Деньги правят Радой. Депутаты начали латать бюджетное одеяло и перетягивать его на себя. Янтарная кормушка. Почему тормозится легализация добычи камня? Криминальные Робин Гуды. Кто поставил рейдерский бизнес на поток и сколько стоит захват чужого предприятия? Мутные воды электронного декларирования. Каким уловком прибегают чиновники, чтобы не выводить свои деньги и имущество из тени? Как повлияют на Украину и мир события последних 7 дней? Давайте поговорим об этом в подробностях недели. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. В украинской политике началось время больших торгов. Депутаты проголосовали за проект главной сметы страны на следующий год. Пока в первом чтении. Это означает, что теперь в Верховной Раде начинается работа в стиле «ты мне, я тебе». Ну, ради которой многие у нас в страну, в стране и идут, собственно говоря, в политику. Официальное название этого процесса – работа над поправками к законопроекту. Чтобы получить голоса за бюджет, к Абмину придется соглашаться хотя бы с частью поправок, которые предлагают депутаты. А предложили они их больше тысячи. Эксперты оценивают все это по-разному. Одни говорят, что все эти поправки тянут чуть больше, чем на 400 миллиардов гривен. Другие называют цифру в 900 миллиардов. Мол, именно столько пришлось бы потратить, чтобы удовлетворить все пожелания народных избранников. В общем, старт уже выглядит впечатляюще. А ведь впереди еще полтора месяца работы над этим документом. Насколько выросли аппетиты, кто и что хочет урвать, и без чего депутаты голосовать за бюджет точно не будут, выясняла Екатерина Лысенко. Новогодняя елка, полусонные депутаты и долгие переговоры. Это 2014-е. Тогда депутаты уже просто от усталости, воспринимающие цифры плохо, бюджет приняли 29 декабря в 5 часов утра. Добрый вечер, добрый ранок, добрый день. Традиции бюджета под елочку не изменили и в 2015-м. Правда, тогда голосовали на час раньше, полчетвертого утра, но также в спешке, особо не вчитываясь в цифры. Бюджет ухвален, коллеги. В этом году все иначе. Гройсман уже в другом кресле, и в его приветствии депутатам уже нет слов. Доброе утро. Доброго дня, доброго вечера, шановные коллеги, народные депутаты. Этот премьер, похоже, не будет выдавливать от депутатов бюджет за считанные часы до нового года. Смету и внесли в парламент вовремя. К первому чтению приступили так, чтобы даже самые медлительные депутаты успели изучить документ вдоль и поперек. Но если премьер смог изменить давнюю традицию, теперь голосования вслепую за бюджет не будет, то депутаты от своих традиций отказываться не хотят. Проектом бюджета недовольны, критикуют почти каждую строчку, а поправок к смете наработали больше тысячи. К админу пришлось даже в полном составе прийти в Раду. Иначе 226 голосов за первое чтение бюджета могло и не быть. Это не бюджет 2017 года Гройсмана. Это бюджет нашей большой европейской страны. К сожалению, наш бюджет ограничен. Мы имеем консердованный бюджет на уровне 900 миллиардов гривен. Но еще желание депутатов еще на 900 миллиардов. Депутаты, готовые защищать бюджет, были в явном меньшинстве. Резко против сразу три фракции, бывшие участники парламентской коалиции. Батьковщина, самопомощь и радикалы обещают за смету в таком виде не голосовать. Это бюджет вопиющей коррупции. Потому что в тот момент, когда сохраняется 15% на доходы работающих пенсионеров на пенсии, они 29 миллиардов гривен закладывают от шкодования ПДВ аграрной мафии, которые не платят это ПДВ. И вы это знаете. В тот момент, когда холдинги аграрные забирают весь бюджет, то с аграрьев снимаются последние податковые пильги. Наука разгромлена в счет полицейским 19 тысяч гривен заработной платы. Про народных депутатов говорить не буду самі побачить это откровение. Но вчителям 2-3 тысячи гривен. Это полицейский государственный бюджет. Он социально ориентован, но оставит в себе абсолютно ганебную норму для податкования работающих пенсионеров. Мы должны приблизить минимальную заработную плату до 2,5 тысяч гривен. Это позволит вывезти зарплату с тени и залучить до бюджета что-то меньше 11 миллиардов гривен. Да что там бывшая коалиция Антонародный фронт до последнего рассказывала о своем ультиматуме, мол, без спецконфискации голосовать не будут. И даже сам бывший премьер, теперь редко появляющийся на публике, пришел в кулары. Почему мы подняли вопрос о том, что голосовать за государственный бюджет не возможно без спецконфискации? Потому что тогда это фиктивный бюджет. Там просто нет доходов в виде 40 миллиардов, которые должны быть конфискованы. Примечательно, что эти же 40 миллиардов есть в доходной части бюджета нынешнего года, написанного как раз бывшим премьером. Но казна обходится без них. А фронтовики и на этой неделе обошлись без спецконфискации. Опять отложили свой ультиматум и всем составом поддержали новую смету. Запах перевыборов. Причем перевыборов не просто парламента, местных советов или президента. Запах перевыборов все устойчиво-устойчиво проникает в этот зал, проникает в эти кулуары. Хоть и не силами коалиции, там и 200 голосов не набралось, за смету все же проголосовали. До 226 цифру на парламентском табло добили депутатские группы и мажоритарщики, которых Кабмин без поддержки не оставляет. Миллиарды гривен. Именно столько может теперь уйти на места на социально-экономическое развитие регионов. Критики говорят, вот и цена за позитивное голосование. Почему мы не голосовали за эти бюджеты? Почему мы наполягали на том, чтобы была подвищена минимальная зарплата пенсии? Не на 10%, а как минимум на 30%. На что кошти есть? Кошти в бюджете за счет реальной инфляции, реальной девальвации гривен, они есть. И они должны быть спрямованы как раз на подвищение этих социальных стандартов. Теперь депутаты готовятся к второму чтению. Предстоят еще несколько недель, когда текст бюджета можно изменить. Впереди бесконечные переговоры министров и народных избранников. Ну а что уже решилось почти мгновенно и с обсуждением только постфактум, так это повышение зарплат нардепам. Теперь каждый из них будет получать не меньше 30 тысяч гривен, ну а спикер с замами больше 40. Во сколько раз меньше зарплаты и пенсии будут у остальных украинцев, депутаты должны определить до 1 декабря. Екатерина Лысинга, Геннадий Аникенко. Подробности недели, телеканал Интер. И событие, которое оппозиционный блок может записать себе в плюс, ведь он громче всех возмущался повышением зарплат для депутатов. И скандал получился в результате немалый. Сегодня Владимир Гройсман заявил, что повышения окладов нардепам не будет. Об этом он написал у себя в Фейсбуке. Мол, нужно думать, как повышать доходы обычных людей. И пообещал ко второму чтению госбюджета в парламенте еще усилить то повышение социальных стандартов, которое уже обещано правительством. И вот насколько существенным будет это повышение социальных стандартов, мы попросим прокомментировать Оксану Маркарову, первого заместителя министра финансов Украины. Спасибо, Оксана, что пришли к нам. Доброго вечера. О каком повышении идет речь? Насколько оно будет существенным? Или вопрос еще находится на проработке? Значит, на сегодняшний момент мы отримали уже бюджетные выставки от депутатов. И эти бюджетные выставки включают, как уже некоторые вопросы, приблизно вартости на 4 млрд. додатковых доходов и выдатков, так и очень много желаний, которые сейчас мы должны рассмотреть каждый из них и дать на них ответ. Наши проритеты остаются такими же четкими. Это освета, это медицина, это наш дипломатический корпус. Соцстандарты, как вы знаете, мы уже закладали в бюджет на 10%. Так, это меньше, чем нам хотелось бы. Но это реалистичный показатель, и это больше, чем инфляция. Сейчас, когда мы будем переглядать полностью постанову, которую мы отримали уже от депутатов, мы будем смотреть на возможности еще больше поддерживать именно в тех критериях, в тех проритетах, которые мы видим. То есть я могу сейчас сказать, что Кабмин обещает, что это будет больше 10%. Я не готова сейчас сказать про больше, чем 10% для всех, но мы точно попробуем еще посмотреть на те предприятия, то есть учителя, лекаря, там, где мы хотим, саме в государстве, больше акцент сделать. Я думаю, это радостная новость для них сегодня. А согласны ли вы с теми политиками, которые требуют, чтобы государство в этом же году уже сейчас существенно повысило рост доходов и зарплаты, и пенсий? Может ли себе позволить? Ну, вы знаете, я думаю, никто больше, чем Кабмин, не хотел бы это сделать. Но мы должны быть реалистичными. Мы должны таким образом проводить нашу бюджетную политику, чтобы она была сбалансована в этом году, в следующем году. Наша главная задача, чтобы пенсии и зарплаты платились вчасно. Поэтому мы не должны допустить ситуации, когда мы сделаем какой-то очень хороший, возможно, популястичный крок на несколько месяцев, а потом будем думать, как нам вообще это заплатить. Поэтому мы смотрим, мы работаем над экономическим взрослением, мы работаем над залучением инвестиций. И если нам удастся сделать все, что мы наметили, то в будущем мы сможем в том числе подвищать соцстандарты больше. Давайте теперь я хотел как депутатов. Наверняка вы уже изучили, но возможно не все эти тысячи поправок, которые они внесли, слишком много документов. Но в принципе, общее впечатление. Насколько большое это маневренное поле для переговоров между Кабмином и народными депутатами. Какие их предложения вы готовы выполнять, а какие решительно отметить? Знаете, мы встегли все вивчити. И перед голосованием за первое читание мы працювали очень активно два тижни с бюджетным комитетом, с всеми депутатами. Вот я принесла вам такой... Это как раз все наши поправки. Это все поправки, да? Да, по каждой из них мы працювали с подкомитетом, с комитетом, по каждой пройслись. И хочу сказать, что у нас, за исключением цей ситуации, которая стала с увеличением зарплаты депутатов, которая, на жаль, не была обговорена, и мы против нее выступали на комитете, и не обрахована вона, по всем остальным мы нашли достаточно конструктивную позицию депутатов. И нам удалось переконать, что некоторые вещи, которые не реалистичны, все-таки они не вошли в бюджетные висновки. По-друге мы дискутуем. Но я думаю, что у нас есть достаточно качественный документ, для того, чтобы перейти до другого читания уже... Я правильно понимаю, что повышение зарплат в последний момент появилось в проекте бюджета? На остальном вот так заседании. А можете сказать, какая из фракций его пролоббировала? Ну, так тяжко сказать, какая фракция. То есть конкретных фамилий пока не назовете. Хорошо. Сейчас несколько цифр, а затем с вами продолжим. Кроме тех сотен миллиардов гривен, которые хотят внести в расходную часть госбюджета депутаты, в проекте уже есть несколько очень проблемных мест. Например, государству придется покрывать дефицит пенсионного фонда, а это 156 миллиардов гривен. При общем бюджете фонда в 285 миллиардов, да и равнем больше, чем наполовину, сами видите. И это при реальной потребности украинцев в повышении пенсии, которая сейчас, учитывая рост цен, просто на нищенском уровне. Другая проблема. Приватизация. В проекте госбюджета предусмотрены доходы от нее на уровне 17 миллиардов гривен. При этом в смете нынешнего года была точно такая же сумма 17 миллиардов, но получить от приватизации удалось меньше 100 миллионов гривен. Причем во время подготовки проекта госбюджета министерства и ведомства требовали от Минфина расширить расходную часть почти на 400 миллиардов гривен. В такую сумму обошлись бы украинцам все запросы на дополнительное финансирование. И вполне возможно, что министры от этих своих хотелок не откажутся и еще как-то попытаются получить у Минфина добавку. Продолжим разговор с Оксаной Маркаровой. Оксана, скажите, пожалуйста, вот при таких проблемах с наполнением бюджета, при таких хотелках народных депутатов есть у вас уверенность, что принятую смету в правительстве, которую до этого называли честной, в общем-то, назовут и следующий проект таким же честным, если учтут все это? Вы знаете, наш бюджет сейчас все понимают, что выдачи должны быть сбалансированы с доходами. По доходам тоже мы можем ее заместить нашими запозичениями. Конечно, лучше бы делать это приватизационными. Мы уверены, что сейчас у фонда государственного маяна есть полностью все законодательство и все важные для того, чтобы начать проводить аукционы, залучать инвесторов и проводить эту приватизацию. Мы очень надеемся на то, что начиная с листопада месяца мы увидим, как эти аукционы активно призначаются, проводятся и будем видеть результаты. Александр, вы не только работаете в Министерстве финансов, вы еще и правительство наполномочены по привлечению инвестиций. На этой неделе Кабмин создал офис по привлечению инвестиций. Что нужно сделать государству в первую очередь, чтобы инвестиции к нам все-таки пришли? Без них нам не жить. Это говорят и эксперты, и понимают, наверное, каждый наш телезритель. Первое, нам нужно дать уверенность тем инвесторам, которые уже есть в Украине, что они могут тут работать, что у них не будет никаких проблем, кроме бизнесовых проблем, которые они знают, как вырешивать вопросы, что право властности будет недоторканным, и этот офис будет координовать полностью всю деятельность в уряде с местной владой для того, чтобы инвесторы почували себя тут комфортно. Другое, это активное залучение инвесторов. Мы не будем ждать, пока они найдут на карте Украину. Этот офис будет активно залучать их в Украину. Я думаю, что мы покажем достаточно хороший результат в 2017 году. Понятно, реформы и порядок, чтобы люди не боялись сюда идти, тем более со своими деньгами. Оксана Маркарова, первый заместитель министра финансов Украины, была гостьей. Подробности недели. Оксана, спасибо вам за это огромное. Ну, а мы с вами продолжаем. Еще один способ наполнить бюджет вспомнил на этой неделе и генеральный прокурор Юрий Луценко. Видимо, сочувствует министерству финансов, у которого дыр в бюджете пока больше, чем возможности их закрыть. И горный бизнес. Его запретили в Украине еще в 2009 году. Как социально опасный. Мол, и преступность финансировали через казино, и люди в игровых автоматах просаживали иногда все свои сбережения или весь свой заработок. Но за 7 лет запрета по сути изменились только две вещи. Во-первых, игорный бизнес ушел в подполье. Казино так и продолжает работать. Просто найти их теперь чуточку сложнее. А второе, от игорного бизнеса в госбюджет ничего не попадает. Все уходит в тень. Причем это существенные деньги. Еще и экс-министр финансов Наталья Ереська, когда защищала идею легализации казино, говорила, что госбюджет от этого может получить не меньше 2 миллиардов гривен. И еще один момент. В 2008 это последний полный год легальной работы казино в Украине в игорном бизнесе были заняты 160 тысяч человек. И эксперты утверждают, что сейчас такие рабочие места могут очень пригодиться Украине, переживающей экономический кризис. Ну и если легализовать игорный бизнес все-таки непросто. В парламенте далеко не все поддерживают эту идею. То сделать законной добычу янтаря можно было бы гораздо проще. По крайней мере в Украине нет такой политической силы, которая бы боролась за полный запрет добычи солнечного камня. Все споры пока только вокруг того, как конкретно сделать его добычу легальной. Причем речь идет тоже о больших деньгах. Тот же генеральный прокурор Юрий Луценко летом этого года говорил, что годовой доход янтарной мафии равен потребностям оборонного бюджета страны. Того же мнения и эксперты. Они уверенно говорят о миллиарде долларов в тени. Так что вполне возможно, что кому-то во власти намного выгоднее оставить янтарь мафии. Точно так же, как это происходит из казино. Тему продолжит Инна Белецкая. Перекрыли дорогу, потребовали новую школу. Это Степан. Город в области провели тендер по проекту на 90 миллионов. Проехать в это село настоящее испытание. Десятки километров бездорожья. После них ожидаешь увидеть только уныние и запустение. Но не тут-то было. На въезде новенький жилой массив. Аккуратные домики с дорогим облицовочным кирпичом. Местные добывают янтарь. Налоги не платят, но школу требуют. Именно жители северных районов и удержали рынок недвижимости в Ривненской области в 2014-2015 годах. Здесь он демонстрировал чудеса. Сейчас числится в СБУ. На этих кадрах прошлого года рассказывают, что почем. Уголовное дело и поныне болтается между Генеральной прокуратурой и областной. Олег Назарук не задержан. Есть простые работяги. Есть, грубо говоря, послойка бандитов, которые поставили своих людей и собирают деньги с этих работяг. Есть полиция, которая закрывает на это глаза и тоже с этого кормится. Есть служба безопасности, которая точно так же где-то закрывает глаза и с этого кормится. Есть прокуратура, которая точно так же не заставляет правоохранительные органы с этим бороться. И вот так по интерной цепочке деньги оседают в карманах дорогих пиджаков и проплывают мимо главной кассы. государственной. Это уже можно поревняти в межах 600-700 миллионов долларов. Есть уже загальные цифры там более миллиарда. Я, ну, действительно, не верю в это. Но минимум 600-800 миллионов долларов мы втрачаем каждого года. Это только гипотетические потери, но есть и реальные. Например, расходы на содержание оперштаба, который работает на севере Ривенской области с апреля и постоянной ротации сотен бойцов. А еще государство теряет уникальные полесские леса. Працюем, мафия, працюем. Когда уже лесников не пускают в лес, как вы думаете? В Ривенском управлении лесного хозяйства объясняют, на полессе старатели повредили 2500 гектаров леса. Один гектар будет 4000 гривен. Только чтобы сделать посадку и там доглянуть. Если вы рассчитываете 2500 гектаров повреденных земель, вы можете понять, какие деньги встает государство. Но как бы там ни было, чиновники трубят об успешной борьбе. Затерживают целые янтарные банды, кричат о раскрытии мафиозных групп и изъятии тонн камня. В прошлом году поставили рекорд. Более 2,5 тонн. Министр с премьером рассыпались в похвалах и в свой адрес тоже. А в итоге дело лопнуло как мыльный пузырь. Правда, по-тихому. Назначили виновного, заплатившего аж 17 тысяч гривен штрафа, камень, стоимость которого на черном рынке минимум 3 миллиона долларов. Оценили в смешную сумму 136 тысяч условных единиц. Но даже этих денег государство не получило. Реализовать янтарь-сред в законном Украине невозможно. Легального рынка просто нет. Местные ювелиры и официальные скупщики зачастую отказываются. Изъятый янтарь находится в хранилище трахметалла Минфина. Мы дважды просили показать его нам и объяснить, какова дальнейшая судьба камня. Безуспешно. А в Раде только и разговоров, что о легализации. Несколько законопроектов просто не выносят на голосование. Авторы уверены, Украина могла бы заработать сотни миллионов долларов. Старатели жили бы на зарплату, а прослойка крышевателей просто бы исчезла. Это была бы целая галузь, которая бы сегодня развивалась и была бы как в Польше минимум. Это просто бы работали системы, работали первое все брокеры, потом были оценщики, которые бы оценяли это или минимум. Если бы действительно, я так понимаю, по-честному экспортировали, по-честному платили налоги, я думаю, бюджет в любом случае, может, не миллиард получал, но сотни миллионов, я думаю, где-то 200-300 миллионов просто получал за счет импортных пошлей. А пока так, чуть-чуть селянам на новые дома, немного молодежи на квартиры и машины, которые, кстати, в янтарных районах могут себе позволить даже школьники. Хорошие суммы с купщиками и организатором, а самые круглые тем, кто закрывает на это глаза. Желая сберечь машину, из Степангорода мы возвращаемся через лес так надежнее. Эти люди могли бы сами заработать себе на дороге и школы и тогда требовать от государства выполнения обязательств. Но пока это янтарный мир, параллельная реальность, которая существует вне государства. Инна Белецкая, Ярослав Кречко, Олег Решетняк, Николай Василюк. Подробности недели. Так что же стопорит легализацию добычи янтаря? Спросим у Остапа Семирака, министра экологии и природных ресурсов Украины. Он с нами на прямой связи. Остап, здравствуйте. Спасибо, что присоединились к эфиру. Ну что, как вы оцениваете ситуацию с добычей камня? Депутаты говорят, что нужен новый закон, чтобы ее легализовать. Вы летом говорили, что можно обойтись без закона. Тем не менее, с законом или без, уже середина осени янтарь как добывали, так и добывают и по-прежнему нелегально. Как вы оцениваете эту ситуацию? Справдя, ситуация не очень правильная и загрозливая для бюджета и социально-экономического состояния. Но я остаюсь при думке и хотел бы понять, что выдобуток янтарю регулируется тем самым законодавством, что выдобуток золота в Украине, что выдобуток нафти, газа и других полезных копалин. И с этими полезными копалинами есть более-менее нормальная ситуация, если бы не сказать, что нормальная ситуация. То, что происходит с нелегальным выдобутком бурштину, а мы все понимаем, что он выдобывается и, на жаль, выдобывается нелегально, проблема не есть в законодавстве, проблема есть в выполнении законодавства. На жаль, то законодавство, которое регулирует сегодня выдобуток бурштину, не выполняется в полном порядке. Можливо, мы можем говорить про подвищение, ну, принятие нового законодавства, которое бы подвищило ответственность, то есть, увеличило покарание, штрафы, или еще какие-то. Можливо, это нужно сделать. Но проблема сегодня криется, с моей точки зрения, в невыконании законодавства. И законодавство не выполняют как областные ради, так и центральные органы. Законы нужно писать, а, наверное, попросту нужно начинать сажать виновных, и особенно тех, которые крышуют. Остап, скажите, пожалуйста, у нас просто мало времени. В случае легализации добычи, сколько денег получит бюджет Украины? Некоторые эксперты говорят о сотнях миллионов, некоторые говорят о миллиардах, причем долларов. Хотел бы сказать, что сегодня выдобувная галузь, которая прессует в Украине, и выдобывает песок, глину, нафту, и так и так далее, это сотни миллиардов гривен в бюджет Украины. Сегодня сказать, сколько нелегально выдобывается, и сколько бы денег получил бюджет, это довольно сложно. Мы можем погодить с этими думками, которые в вашем эфире сказали эксперты, но в любом случае это достаточно сутки. И, понимаем, почему те люди, которые покрывают нелегальный выдобуток, используются в том числе и оружие. Мы же прекрасно понимаем, и ваша снимательная группа очевидно чувствовала, когда вы наблюдали эти территории, что это довольно небезопасно для их, или любого чьего життя, туда наведываться и пытаться там наводить законные правила. Поэтому, я думаю, что сегодня перед Министерством экологии стоит проблема швидше с экологической с экологической этой проблемы и этих 2,5 тысячи гектаров земли, про которую говорят лесники, это проблема, над которой мы действительно работаем. И Кабинет Министерства сейчас готовит новые правила о рекультивации этих земель на спецконфискации. Заполученный он не только из-за своего содержания, а и своей истории. Уже 5 раз Народный фронт упорно пытается протолкнуть его принятие, но ни уговоры, ни шантаж пока им не помогли. Как не помогла и святая идея, которой фронтовики объясняют этот документ. Возвращение денег, украденных Януковичем. Но, казалось бы, абсолютное большинство политиков в нашей стране поддерживает возврат наворованного Януковичем обратно в казну. Поэтому, по идее, проблем возникнуть не должно. Но они возникли. И еще какие? Почему? И насколько серьезная эта проблема, нам прокомментирует Татьяна Острикова, народный депутат от Самопомощи. Она гость наша в эфире. И с нами на связи из Львова Дмитрий Добродомов, секретарь комитета Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Партия Народный контроль. Дмитрий, здравствуйте. Приветствую вас. Первый вопрос у меня к вам одинаков. Татьяна начнет, Дмитрий продолжит. Какие нормы в этом законопроекте вас пугают и ваших коллег по парламенту? Что вызывает опасения и почему этот законопроект должен бояться каждый украинец? Первое, Алексей, добрый вечер. Давайте разберемся, что такое спецконфискация. Народный фронт, который выступал инициатором этого законопроекта, говорит о том, что на счет Фещатбанка начебто обликовываются деньги, которые належат чиновникам режима Януковича. И на сегодняшний день государственный бюджет на 2017 год складено 10,5 млрд грн доходов от этих денег и ценных паперов, которые там обликовываются. И наша основная позиция полягает в том, что деньги, вкраденные чиновниками режима Януковича, арбузовыми, пшенками и так далее, должны быть вернуты народу Украины. Но вопрос в другом полягает. В какой способ? Потому что если мы разберемся, то на сегодняшний день как происходит досудовое расследование по этих чиновниках? Мы не имеем информации про прогресс. Юристи, практикуючи слідчі, практикуючи судді, говорять нам, что инструментарий КПК на сегодняшний день позволяет на майно подозрюваного обвинуваченого накласти арешт и стягнуть его в разе постановления обвинувального вирука суду. конфискация как вид покарания. И поэтому в нас возникает вопрос, какие это деньги, какие это ценные паперы, кому именно они принадлежат, или в разе их перерахивания до бюджета, или не станет, или не приведет это неплатоспроможности Ащадбанку, или они принадлежат основным человеком, или они принадлежат действительно арбузову. Почему арбузову не предъявлено до сих пор Дмитрий, а что вас не страивает в этом законопроекте? И как вы считаете, правы ли те политики и народные депутаты вашей коллеги, которые говорят, что с помощью этого законопроекта можно будет, грубо говоря, кошмарить средний бизнес в Украине? Добрый вечер. Власне, питание и поляга в том, что уже несколько было невдалих спроб, след за уважением, что это будет самым сейчас намагаться рассматривать уже урядовый законопроект, который действительно детализованно более процедурно он выписан, но в тот же время там есть надзвичайно небезопасные нормы. Ну, по-перше, сгодом с этим пропозициями, спецконфискация используется не только в криминальных, но и в цивильных справах. засуджения разрештою, но нижней криминальной справы нет в суде, который бы позволил это нормальным механизмом сделать. Потому что эта детализация, которая есть, ее большинство прописано сегодня, я согласен с Тетяной, и в криминальном, и в цивильном кодексе. Но когда возникает логичный вопрос, почему Народный фронт, то лишь бы чучелом и тушкой все равно пытается протащить его через зал. Так вот, вопрос как раз состоит в том, что под логими намерами, с которыми мы все погоджимся, я в том числе, щодо конфискации грошей Януковича, схованы другие моменты, потому что это может стосоваться будь-якого гражданина, по суті, Украины, который будет звинувачен, например, о коррупции, и в него будет конфисковано еще до доведения его вини. Я лично вважаю, что это прекратит этих рейдерских атак, зокрема, злощасных нафтопродуктов Курченко, с которыми связывают лидеры Народного фронта, зокрема, и Пашинского, и ця криминальная справа иде, потому что этот закон позволит легализовать эту абсолютно брудную оборудку. В этом же есть его большая безопасность и, напевно, все стосуется и других оборудок, которые, нам еще просто не известны, но которые в этот время продолжают. То есть, там, где грабуют, награбованы. Это очень правильная фраза, которая может характеризовать подводную камень. То есть, развязать руки, Дмитрий, извините, вынужден перебить, то есть, развязать руки не только рейдерам пониже, но и тем рейдерам, которые засели в высоких чиновничьих кабинетах. Я вас благодарю, спасибо, к сожалению, наше время исчерпалась. Это был Дмитрий Добродомов, с вами на связи с Львовом. Татьяна, с вами я не прощаюсь, с вами мы продолжим, но немного позже. Ну что ж, как мы с вами видим, похоже, спецконфискация вот в таком виде через парламент не пройдет, но депутаты портят жизнь не только крупным рейдерам от политики, но и рейдерам рангом пониже. Сейчас на подписи у президента антирейдерский закон, принятый совсем недавно. Он должен усложнить рейдерам поделку документов, а ответственность регистраторов имущественных прав усилить. Закон очень своевременный, ведь проблема рейдерства уже вышла на общенациональный уровень. Этот бизнес сейчас просто процветает. На захвате предприятий преступники зарабатывают сотни и сотни миллионов. Насколько просто отжать чужой бизнес, теорию и практику рейдерских захватов изучал Руслан Смещук. Купленные судебные решения, продажные нотариусы, поддельные документы, хитроумные или наоборот простые схемы. Лазейки в дырявом отечественном законодательстве, а в финале атака нерасговорчивых крепких парней. Рейдерство пич украинской экономики. Причем рейдеры не боятся загребать довольно крупные объекты, буквально выгрызая целое заводы, известные торговые комплексы. В Житомире идет непримиримая борьба за житомирские ласащи, успешную кондитерскую фабрику. Рейдерская атака маскируется под корпоративный конфликт. В Черкасской области, как заявляет французская алкогольная корпорация, один из нардепов оттяпал ликероводочный завод. В столице в центре скандала крупный торговый центр. Иностранный инвестор в который раз обвиняет украинского нардепа в отжиме дорогой и доходной недвижимости. А уж средние мелкие объекты вообще постоянные жертвы. Причин несколько. И сужающийся рейдерский рынок, и попытка реформирования государством законодательства, и создание условий, при котором рейдерским группам из сильного покровителя не обойтись. Выбирают мелкие локальные объекты, где все друг друга знают, где уже схемы отточены временем, и тут будет неудобно отказать человеку, с которым ты уже проработал много лет, потому что этот человек банально может тебя слить. Проблема рейдерства стала настолько серьезной, что даже премьер заявил, чуть ли не сам готов сойтись с преступниками рукопашную. Я думаю, что много за этим спостерегает. Когда добрые накачанные спортсмены позволяют себе на очах национальной полиции порушивать, я мягко скажу, порушивать закон, у меня желание приехать туда на место и стать на биг национальной полиции, чтобы наказать этих негидников. Каждая рейдерская атака это многоуровневая операция, в основе которой законодательная лазейка, позволяющая злоумышленникам претендовать на имущество или собственность. Часто наводку рейдеры получают от продажных чиновников и правоохранителей. По сути, государственная фискальная служба и ее структурные предреждения могут вливать информацию о крупных налагоплательщиках, которые будут представлять определенный интерес для рейдеров. Бизнес, который не приносит доход рейдерам, не интересен. Обычно идет наводка с прокуратуры или с органов других государственных, где речь идет о землях, которые используются непромомерно, то есть неоформленные договора или там еще есть какие-то подлазейки. После того, как юристы рейдерской группы находят слабое звено, начинается силовая фаза для получения реального контроля над объектом или имуществом. И вот тут в дело вступают наемные боевики, тетушки. Их там збирают на таборы, они там знают, что, в какой ситуации, когда делать. Это представитель Киевского общественного комитета противодействия незаконным стройкам Андрей Бобровский. Рассказывает, добрая часть нелегальных строек тоже вид рейдерского захвата земли у общины. Ему и коллегам часто приходится сталкиваться с силовым противостоянием. Очень часто они в нормальных отношениях с полицией, потому что лидеры этих тетушек, какие-то десятки, они обычно выходят из силовых структур, и они имеют свои связки, они имеют опыт, как это все выкрасить, как это взаимодействовать. Зачастую такие бригады оформлены, как охранная компания. В интернете сотни, если не тысячи объявлений. Срочно требуются крепкие мужчины, иногда с оговоркой безсудимости. Есть еще одна разновидность тетушек, работают по найму на постоянной основе. «Стетушки» это спортсмены, колишние спортсмены, у них не сдалась спортсменная карьера. Они ездят от одной забудовы до другой. Это бизнес, есть их количество, мы их в ближайшем знаем, может, людей сто, есть их объединение. Очень часто человек, компания или община, попавшая под рейдерскую атаку, рассчитывать может только на себя. Многочисленная группа общественников, тотальная мобилизация трудового коллектива, зубастые хватки адвокаты для боев на юридическом поле. Но при нынешнем законодательстве это лишь борьба с последствиями. Чтобы устранить причины, нужно залатать дыры в кодексах. И самое главное, нам необходимо наконец-то за рейдерство в случае принятия интересного законодательства наказывать. Наказание должно быть одно, осуждение. На реальные сроки примеров для подражания на постсоветском пространстве хватает. Была бы воля. Услан Смещук, Никита Исайко, Алексей Шматов и Василий Миновщиков. Подробности недели телеканал Интер. Продолжим разговор с Татьяной Устриковой. Татьяна, вот посмотрели мы сюжет, видим, что ситуация по стране в общем-то вопиющая. Да, вот интересно, сколько лет еще пройдет в стране, когда у нас наконец-то будут нормально защищены права собственности. Или я задаю слишком глупый вопрос? Алексей, действительно, ситуация с рейдерством вышла с под контролем. Саме тому парламент должен втрутиться в эту ситуацию. Адже, несколько лет назад, для того, чтобы спросить реестрационные процедуры как бизнесу, то есть реестрация и изменения в реестрационных действиях по реестрации предприятий, так и по нерухомому майну, Верховная Рада проголосовала за значную либерализацию. Например, подписи на установочих документах юридичной особи больше не нужно нотареально заверять. И это стало как раз приводом и причиной для того, развязали руки, так, чтобы подрабатывали просто подписи и подавали будь-якие изменения. И если по реестрации юридичных осіб, там еще есть комиссия Минюста, которая эти действия быстро пресекает и расследует и возвращает назад, то по нерухомому майну ситуация критична. Постраждал один из серьезных украинских банков. Великая строительная бизнес-центра в Киеве была просто в него вкрадена и перерегистрирована на другого властника. Один из супермаркетов также постраждал. И много других гучных скандалей. одного из гендиректоров одной из западных компаний. Так, и это все стало в нас... Татьяна, а вот на этой неделе Кабмин создал офис по привлечению инвестиций. Мы только что с Оксаной Маркаровой, замминистра финансов, говорили о том, как привлекать эти инвестиции. Подобные истории, они могут привлечь инвесторов? Действительно, в Украине инвестиционный голод. И давайте это визнаемо, что у нас инвестиции на душу населення не нижние, может, в Европе. Если в Украине это 1,4 тысячи долларов на душу населення, то в Польши это показатель 5-6 тысяч. И такие ситуации, когда у нас не защищены в судовом порядке право властности на майно и на бизнес, они, конечно, никаким не сприяются тому, чтобы этот офис инвестиций работал в правоохранении. И тут мы должны думать, если у нас нет действующего правоохранения системы, нет реального защищения права властности, чем мы можем конкурировать с европейскими странами? Если мы занимаем 133 место, 138 в рейтингу податковых стимулей, нам стоит задуматься, возможно, нам стоит отойти от классического податка на прибуток и заменить его податком на распределивный прибуток, когда момент сплата податка отстроится до распределивных дивидендов. И как раз это створит конкурентные преимущества и стимули, когда у нас будут податковые условия лучше, чем в наших странах и суседях. И именно поэтому, поскольку у нас есть прекрасная рабочая сила, у нас есть прекрасные места, Львов, Харьков, IT, возможно, это и стимулирует заходить иноземного инвестора до нас. Спасибо за ответ. Татьяна Острикова, народный депутат, самопомощь, была гость и подробности о неделе. Всего доброго, Таня, спасибо. Чиновники и депутаты понемногу начали заполнять свои электронные декларации. До 1 ноября это должны сделать все топ-политики в стране. Каждый день в новостях новые отчеты и все мы внимательно следим, у кого же во власти больше имущества и наличных. Вот сегодня отличился Минюст. Первый замминистра Наталья Севастьянова указала в своей электронной декларации почти полмиллиона гривен, несколько сотен тысяч долларов, драгоценности. Там принадлежит ей только один из них. Обнародовав эти и другие сведения о своем имуществе, Севастьянова даже предупредила в фейсбуке потенциальных грабителей, мол, деньги и ценности дома она не хранит. Заполнить электронную декларацию получается не у всех. У кого-то система зависает, у кого-то пропадают сведения из уже заполненных документов. Проблема в том, что если при заполнении формы допустить ошибку и вовремя ее не исправить или вовсе соврать, последствия могут быть самыми серьезными вплоть до уголовной ответственности. Как работает электронное декларирование на самом деле? Разбирался Алексей Пшемынский. Испытания декларированием за неделю до истечения срока деклараций большинства украинских топ-чиновников и народных депутатов в системе до сих пор нет. Судя по данным поиска, об имуществе и доходах пока отчитались чуть больше десятка замминистров и всего 37 нардепов. Кому-то не хватает времени, кому-то смекалки для заполнения. Большинство избранников жалуются система сбоит. У меня уже было все заполнено. Ну, почти. Там мне осталась одна цифра, я ее все дознався. Я зашел, чтобы ее заполнить. Побачил, что раздел 16, членство субъекта декларирования в организациях и их органах просто снил. Все мои данные, которые я вводил, снил. Но сейчас при вас нажимаю, подбачиваю, все. Меня взагаля выкинуло. Система перекручивает, например, имена або дублю какую-то информацию и через это я заполнила всю декларацию еще несколько дней в том, но при натискании кнопки подати она мне не даёт возможности зареєструвать мой документ. Они обещали, что программисты попрацуют. У большинства нардипов проблемы возникли с декларированием наличных. Говорят, система не позволяет писать средства, которые хранятся дома. Одним из первых декларацию заполнил нардеп-фронтовик Михаил Гаврилюк. Из имущества указал квартиру в Черновцах стоимостью 200 тысяч гривен. Числится там и кредит на 11 тысяч долларов. А вот доходов ноль. Уверяет, это сбой. Мне порекомендовали перепишите краще заново декларацию. А, тогда вы заново будете переписывать? Буду заново переписывать. И система что хочет показывает, что хочет не показывает. А вот его коллега по парламенту Владимир Поросюк свой отчёт до сих пор не подал. Но в декларации Гаврилюка насчитал аж 10 ошибок. Поросюк, говорит, сам не заполнял. Слишком уж сложно. Проблем у меня никаких не ма, что я расскажу. Но есть какие нюансы в плане заполнения, потому что оно там очень, как знаете, такими заразумительными фразами описывается та или иная стричка для заполнения. Нардеп-фронтовик Игорь Котвицкий, судя по декларации, оказался одним из главных парламентских модников. Народный избранник указал пальто, костюм и сумки известных брендов за полмиллиона гривен. Правда, вот за какие средства обновил гардероб, не написал. Но вот в его прошлогодней декларации 276 миллионов гривен на банковских счетах. А депутат только богомолец говорит, из-за ее декларирования перестанет петь. У меня несколько сотен песен, несколько десятков патентов, несколько десятков книжок, большая часть авторское право. И нужно было это все поднимать, это все проверять, опрацовывать, потому что, в основном, если я забуду одну песню задекларировать, то, в основном, меня притягнуть потом до ответственности. Поэтому, после заполнения таких деклараций, спевать и писать песни, честно, мне просто расхотелось. Трудности возникли и у министров. Одним из первых о заполнении декларации отчитался глава МВД Арсен Аваков, как обычно в Фейсбуке. Пожаловался, что потратила 16 часов, и что, мол, не знает, нужно ли указывать, с кем он распивает свою коллекцию дорогого алкоголя. А вот другие министры на заседании Кабмина дружно пожаловались премьеру. Иногда ты працюешь с чернеткой на компьютере, который после работы ты используешь в своем офисе, хочешь его взять домой, чтобы дальше работать. И чернетка не сохраняется на другом компьютере. То есть, ты ее не видишь. Я, в частности, хотел бы проверять свои чернетки по правильному виду. Раздруковать, насколько мне зрозумело на сегодня, чернетку неможливо. Отчитаться, почему система сбоит в Кабмин пригласили главу нацагентства противодействия коррупции Наталью Корчак. Говорит, систему попросту не успели наладить. Времени мало. А премьер пообещал не наладить систему. Времени на раздумья будет предостаточно. Выникают певные питания уже конкретного характера, какие потребуют просто шляхом экспериментально досвидной части пройти. Кого там ответственность за экспериментально досвидную частину? Вау. Национальное агентство мы разумеем все те технические питания, которые выникают. Удастся ли исправить синие палатки до конца месяца пока большой вопрос. До 30 октября подать декларации кроме нардепов и членов Кабмина должны еще 50 тысяч чиновников, а в следующем году 800 тысяч. Многие уже побаиваются, что такой массив данных может перегрузить сервера. Пока курьезы и декларирования вызывают разве что смех, но уже по окончанию дедлайна они вполне могут вылиться в реальные уголовные дела. Алексей Пшемыский, Ярослав Кричко, Анна Каменева. Подробности недели телеканал Интер. Напоминаю, вы смотрите подробности недели, выдержите 10 минут перерыва и узнаете намного больше. Это подробности недели. Мы продолжаем. Спасибо, что дождались. В полку варягов прибыло украинскими дорогами. Теперь займется бывший министр транспорта Польши Славомир Новак. Его на этой неделе назначил Кабмин. Польским транспортом Новак руководил почти три года. С 2011 по 2013 и ушел в отставку после скандала с часами. Пусть и не такими дорогими, как это принято в украинской политике, но все-таки и эти часы за несколько тысяч долларов он должен был внести в опись своего имущества. Теперь Славомир Новак должен победить коррупцию при строительстве дорог в нашей стране и вообще превратить Украфтодор в современную компанию. Такой выбор руководителя смутил сразу многих экспертов. И дело даже не в тех злополучных часах, из-за которых завершилась карьера Новака в правительстве Польши. Просто а почему не украинец? Ведь уже не раз правительство у нас пыталось стать крепче чужим умом и делало ставку на иностранцев в госуправлении и многие из этих ставок не сыграли. Почему не приживаются варяги в украинской политике? Выясняла Павлина Василенко. Если сравнить украинскую политику с сериалом, то после революции достоинства произошла полная смена исполнителей ключевых ролей в системе управления. Как и в настоящем кино, придать весомости украинскому политическому продукту должны были специально приглашенные иностранные звезды. Начало декабря 2014-го первое назначение главный герой украинского политического блокбастера грузин, литовец и американка украинского происхождения. За ними три важнейшие министерские кресла. Еще раз хотел бы привитать новых министров, тех министров, которые отримали украинское громадянство. Но не напрасно Яценюк окрестил свою команду камикадзе. Хотя министры-экспаты возможно и сами не подозревали, что это не просто метафора. Звездой боевика Ерейска во время битвы за бюджет. Батальные сцены в здании под куполом ожидали главу Минздрава Квиташвили. Особенно жестко он скрестнулся с профильным комитетом. И через год после назначения Квиташвили заявил «Я устал, я ухожу». Я сегодня принял решение уйти в отставку. Но уйти красиво парламентская массовка герою не позволила, а позже он и сам передумал. Решил играть реформу до конца. Донести через популитский орган такий как парламент все ж таки до голосования успешно проголосовать певную реформу. Частейше не вдаётся. В итоге свою роль отыграл вплоть до финала правительства Яценюка. Приемницей Квиташвили тоже стала иностранка. Сейчас исполняющая обязанности министра американская гражданка украинского происхождения Ульяна Супрун. Сетует на советскую бюрократию в ведомстве, но обещает продолжать дело Квиташвили, за которое собственно его и разносили в пух и прах. Ещё один из звёздной троицы глава Минэкономразвития Литовец Айворот Абрамавичус. Он ни свою роль играть не захотел. У меня и моей команды нет желания быть ширмой для откровенной коррупции. После этой пресс-конференции Абрамавичуса чаще видели в Набучем в Кабмине. Но в итоге в своё кресло он так и не вернулся, хотя, похоже, вернуться не прочь. Если я в какой-то момент буду востребован и мои услуги, услуги тех людей, с кем я работал, которые ушли или скоро уйдут и так дальше, я думаю, каждый из нас, включая меня, готовы присоединиться и поможем. В новое правительство Гройсмана также прочили приглашённых звёзд, но от ключевых позиций они отказались. Среди заморских специалистов отец польских реформ Лешик Бальцерович. Вместе с вице-премьером Словакии Иваном Миклошем он возглавил группу стратегических советников, куда также входят поляки экс-глава МВД Ежи Миллер и депутат Сема Мирослав Чех. Недавно они предложили сценарий нового сезона украинских реформ либерализация, дирегуляция и приватизация. Успеть нужно до очередных президентских выборов в Украине. Но опять же, как и в кинематографе, критики скептически относятся к новаторским порывам. Опыт Бальцеровича, опыт Милыша прежде всего ценен тем, что это опыт успешной трансформации постсоциалистических экономик. Вот этот опыт хорош, но я не вижу просто даже попыток его применить в отношении Украины. Его считали одним из кандидатов на пост руководителя НАБУ, но возраст за 65 автоматически исключал из числа претендентов. Бывший федеральный прокурор США, американец с украинскими корнями Богдан Витвицкий, советник Юрия Луценко и с недавних пор глава генеральной инспекции. Это специально независимый орган, который будет отлавливать коррупционеров среди прокуроров. Его предшественник Давид Сакварелидзе с этой ролью не справился. Мое заведение пробовать цегла за цеглой и пробовать сбудовать что-то лучшее, что может допомогти прокуратуре и самозумево Украине. В нынешнем сезоне украинской политической саги все еще много чужестранцев, но они не на первых ролях. И панацеи от наших бед их уже не считают. Ведь в кастинге участвует немало из своих талантливых управленцев. Вокруг всех иностранцев в большинстве своем была такая мифологизация некая ореол легенда которая позволяла украинцам поверить, что вот эти представители как раз лучшее среди иностранных менеджеров. Завышенные ожидания они на данном этапе еще не реализованы или уже не реализованы. А мы сами соби в першу чергу повинні быть необходимыми. А это может сделать только национальные кадры. У нас достатньо навченных людей. Так есть ли пророк в своем отечестве и найдутся ли в Украине свои звезды достойные похвалства достижения а не критики за халтуру? Продолжение следует. Павлина Василенко Вадим Сверидонов Сергей Ведмить и Александр Данилов Подробности недели телеканал Интер А вот Михаил Саакашвили наверное уж точно останется в Украине парламентские выборы в Грузии успеха его полициле так и не принесли даже больше сегодня стало известно что и жена Саакашвили Сандра Руловс не станет депутатом парламента избирательная система в Грузии предусматривает возможность голосования в два тура по мажоритарным округам если в первом туре никому из кандидатов не удалось получить большинство голосов Сандра Руловс большинство не получила сама утверждает что результаты были сфальсифицированы и от участия во втором туре попросту отказалась ну и к выборам которые ждет весь мир они приближаются в Соединенных Штатах осталось всего две недели и это решающее время до дня голосования пока что опросы показывают лидерство Хиллари правда ее отрыв совсем небольшой ну а Трамп вдруг заговорил о том что может и вовсе не признать результаты голосования если он проиграет что это все означает и могут ли президентские выборы в Америке закончиться судебным разбирательством как например у нас в 2004 выяснял Дмитрий Анопченко мы победим мы шокируем мир это будет новый Брекзит пообещал Дональд Трамп своим сторонникам мол в Британии все соцопросы тоже показывали что лидируют противники выхода из ЕС и случилось же он пока тоже на 4% отстает от Хиллари Клинтон но поскольку погрешность этих соцопросов от 2 до 3% день голосования действительно может преподнести сюрприз но вот что интересно победит Трамп 7 из 10 сторонников демократов согласятся признать его своим президентом по крайней мере таковы свежие данные опросов агентства Ройтерс но победи Хиллари 70% сторонников республиканцев сочтут что результаты выборов фальсифицированы по крайней мере они сказали об этом социологам общественное мнение понятно но что куда важнее а как в случае проигрыша сам Трамп отреагирует а он во время последних дебатов отказался отвечать на прямой вопрос ведущего сказал лишь дам ответ когда время придет а пока подержу в напряжении и действительно в напряжении теперь вся страна ведь любой другой на его месте не решился бы затевать суды но он может ведь играет по своим правилам говорят в окружении Клинтон если он не выигрывает все всегда подстроено да он просто не хочет играть ни по каким другим правилам кроме своих собственных но у команды Трампа свои аргументы ну посмотрите как составляются рейтинги есть запросы обратите внимание на заговор молчания прессы Клинтоны мошенники да они махлюют они всегда это делали и кто-то уже должен сказать об этом открыто к счастью хоть Викиликс появилась ведь Викиликс ясно показала они мошенничают к примеру у них были вопросы еще до дебатов кто кроме жуликов может знать вопросы до того как все началось у штаба республиканцев есть и более серьезное обвинение подтасовка голосов дескать во многих крупных городах даже не тысячи а миллионы людей проголосуют из числа тех у кого нет права голосовать нелегалы беженцы многие из них уже сейчас досрочно пришли на участки и понятно что отдают голоса вовсе не за того кто собирается высылать их из страны Скотт Томас 20 лет был главой американского центра сберкома при Рейгане Буш Клинтоне говорит возможность обжаловать результаты голосования в целом по стране есть у любого кандидата но на практике в истории Америки никогда такого не было даже Буш и Гор судились только по поводу одного штата поэтому никто не знает чем это может обернуться вам придется доказать что нарушения были в 200 тысячах округов по всей Америке в 8 тысячах избирательных комиссий да это такой масштабный заговор должен быть организован мы за всю историю страны и близко такого не видели при этом юрист признает формально у команды Трампа есть право завалить все суды Америки исками и организовать масштабный пересчет в котором страна увязнет надолго что Белый дом что саму команду Клинтон что однопартийцев Трампа такая перспектива откровенно пугает ведь не стоит забывать что 8 ноября в Соединенных Штатах не только президентские выборы о которых все так много говорят но еще и выборы в Конгресс всю палату представителей треть Сената должны переизбрать во многих городах еще и местные выборы в этот день пройдут вот получается что если пересчитывать то и эти бюллетени тоже а этого никто не хочет поэтому критика жесточайшая мол Трамп сейчас подрывает основы американской демократии которая держится на том что проигравший всегда принимает волю народа избиратели решают избиратели решают кто выиграл а кто проиграл точка конец истории и когда кандидат в президенты отвергает результаты выборов это самой идее Америке угрожает да я двое выборов проиграла и ты чувствуешь себя не лучшим образом на следующий день не так ли но в нашей стране все таки есть разница между лидером и диктатором так признает ли Трамп выборы этот вопрос сегодня на первых страницах всех газет многие СМИ допускают возможно угроза пересчета голосов просто тактический прием попытка показать силу или возможность привлечь к себе внимание ведь любой скандал всегда работал на Трампа давал ему рейтинг а сегодня все о нем только и говорят как бы там ни было угроза масштабного пересчета в котором страна погрязнет на долгие месяцы по прежнему реально и только один человек знает ответ решится ли он на это дамы и господа я должен сделать важное заявление хочу пообещать и заверить моих избирателей сторонников и всех людей в Соединенных Штатах что я полностью приму результаты этих великих исторических президентских выборов если выиграю я это заявление вызвало эффект разорвавшейся бомбы но Трамп тут же пояснил шутит но оставляет за собой право действовать если результаты вызовут у него сомнения в их законности а значит эта непредсказуемая кампания в день выборов может и не закончиться из Соединенных Штатов Дмитрий Ановченко Сергей Коваль Американское бюро телеканала Интер Трамп или Хиллари лидеров Нормандской четверки состоялась на этой неделе в Берлине на фоне очередного обострения на фронте особенно горячо было возле Мариуполя и на фоне обострения в политике украинские топы опять заговорили о том что минские соглашения Украине во вред а европейские дипломаты и политики много на себя берут министр внутренних дел Арсен Аваков даже написал пост-ответ Франсуа Аланду в своем блоге на Украинской правде правда по тексту этого поста министра легко понять что само заявление французского президента которое он критикует Аваков не слышал а комментировал скорее заголовки в СМИ которые не вполне отражают позицию европейцев впрочем на этом Аваков не остановился досталось еще и французскому МИДу на сей раз уже в фейсбуке министра такую подмену Арсеном Аваковым украинского МИДа его препирательство с европейцами и призыва отказаться от обязательств взятых на себя Украиной в Минске в свою очередь раскритиковал президент Украины моя коллега ведущая подробности Наталья Белышева во время интервью с Петром Порошенко спросила как глава государства расценил эту попытку министра внутренних дел спровоцировать внешнеполитический скандал Кожен, кто сьогодні атакует Минск мае тоди нести ответственность а что будет если Минска не будет и вот что тогда будет первая позиция если Украина на Российскую федерацию в кордон чувствую себя слишком свободно вот сегодняшняя новость расстрел людей в Мелитополе это Запорожская область около 4 утра неизвестно открыли огонь из боевого оружия возле одного из городских кафе в результате трое убитых еще двое в больнице как сообщают запорожские СМИ отношения между собой могли выяснять местные этнические группировки но впрочем вернемся к теме мирных переговоров по Донбассу чем же все-таки закончилась встреча в Берлине лидеры нормандской четверки встречались в таком формате уже пятый раз если посчитать сколько всего на таких встречах беседовали друг с другом Порошенко, Меркель, Алант и Путин получится больше суток чистых переговоров почти 30 часов не будет ли так что и после этой берлинской встречи прогресса на Донбассе не увидим давайте спросим у Татьяны Лугуновой она в столице Германии Таня, я тебя приветствую приветствую Таня скажи пожалуйста какие настроения в Европе после переговоров нормандской четверки что если и эти переговоры так и не повлияют на Россию и боевиков Леш, ну в Европе единого мнения как обычно нет но есть факты которые говорят сами за себя даже то что встреча лидеров четверки состоялась это уже знак прогресс есть переговоры подтвердили буквально в последнюю минуту и во многом из-за того что лидеры четверки не хотели встречаться просто для галочки все стороны говорили о том что должны быть какие-то конкретные результаты а значит уже садясь за стол переговоров все были готовы искать компромиссы ну что уже ясно европейцы сохранят давление на Россию причем здесь в Европе даже обсуждают уже новые санкции против Москвы уже за Сирию и второе по этому поводу пока есть много вопросов лидеры договорились о дорожной карте выполнения минских соглашений это была идея Украины которую одобрила четверка теперь должен появиться четкий план выполнения пункта в Минске в привязке к конкретным датам до конца ноября дорожную карту согласуют министры иностранных дел четверки потом утвердят лидеры и похоже именно дорожная карта может разрешить главный спор об очередности выполнения пункта в Минске украинской стороне удалось отстоять на переговорах приоритет вопросов безопасности в Европе полностью поддерживают Украину в том что реальное перемирие должно быть достигнуто в первую очередь но при этом европейцы настаивают нужен прогресс и по политической части Минска Берлин и Париж даже идею Украины о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе поддерживают вот только готовы рассматривать вопрос об этом лишь в контексте подготовки к выборам мол нет закона о выборах на Донбассе значит и необходимость такой миссии не очевидна об этом сказала сама Ангела Меркель так что украинским законодателям все таки придется поработать в этом направлении еще один противоречивый момент вопрос границы Минские соглашения предусматривают возврат Украине полного контроля над своей границей в самом конце процесса урегулирования это должно стать итогом выполнения Минска и здесь в Европе похоже пока не готовы отказаться от того что именно граница последний пункт несмотря на то что это крайне неприятно для Украины впрочем для подготовки дорожной карты еще есть месяц и именно этот документ покажет на что оказалась способна четверка на этот раз Алексей спасибо Таня Татьяна Лагунова была с нами на связи из Германии кстати поработают ли наши депутаты над законом о выборах на Донбассе очень большой вопрос против этого обязательства по Минску в нашем парламенте выступают столько нардепов что все может закончиться даже досрочными выборами если нынешние народные избранники не могут принять нужный документ мол иначе рейтинг не спасти то сделает это уже вероятно следующий созыв Рады теперь вы можете узнать из первых уст как оценивает результаты переговоров в Берлине президент Украины прямо сейчас интервью главы государства журналистам ведущих каналов страны я с вами на этом прощаюсь это были подробности недели всего вам доброго до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры создавал DimaTorzok